Хоккеист и ЦСКА во второй раз в сезоне КХЛ победили СКА. Важные события произошли в континентальной хоккейной лиге. Битва двух главных фаворитов сезона в Западной конференции закончилась серией буллитов, а руководство Ярославского локомотива уволило главного тренера после очередной неудачи. Игроки ЦСКА, в белой форме, во второй раз обыграли на выезде СКА. Но уже не так уверенно. Фото, Александр Демьянчук, ТАСС. В этом сезоне сильнейшие и богатейшие команды Запада, если не все лиги речи ЦСКА и СКА, будут встречаться целых шесть раз только в рамках регулярного чемпионата. А ведь есть еще и плей-офф, где два армейских коллектива, если не произойдет ничего экстраординарного, наверняка попадут друг на друга. Кто-то считает, что столь частые поединки лидеров перебор. Но сами хоккеисты и тренеры не раз подчеркивали, что такие матчи им только в радость. Да и большинство болельщиков такой календарь от КХЛ поддерживают. И второе по счету армейское дерби, прошедшее в Петербурге, только подтвердило такого хоккея нужно больше. Сибирь прервала шестиматчевую победную серию Казанского Акбарса. Если на старте сезона ЦСКА в Питере выиграл весьма уверенно 3-2-0, то теперь визит команды Игоря Никитина в город на Неве получился куда более трудным. Интересно, что сыгры в этот вечер забивали только два человека. Максим Шалынов дважды выводил москвичей вперед, а Владимир Ткачев наглядно демонстрировал, что ему под силу заменить в роли главного снайпера СКА уехавшего за океан Никиту Гусева. Кстати, перед вторым голом Ткачева игроки ЦСКА забросили третью шайбу, однако судей посчитали, что Кирилл Капризов мешал вратарю, и взятие ворот отменили. Игорь Никитин на тренерской скамейке с саркастической улыбкой покачал головой, давая понять, что с таким решением он не вполне согласен. Был у штаба ЦСКА повод обидеться на рефери в самой концовке встречи, когда Марченко и Калинин отправились на скамейку штрафников. Последнюю минуту матча команды провели в формате 5 на 3, но это численное преимущество армейцы с Невы не использовали 2 к 2 по итогам основного времени. А вертаем успеха никому не принес, хотя и здесь у СКА была шикарная возможность вырвать победу после удаления Светлакова. Но в итоге дошло до серии буллитов. Линден Вей, открывавший серию ЦСКА, отправил шайбу аккурат между щитков Мельничука. Этот бросок оказался единственным точным и принес москвичам победу 3 к 2. В этом регулярном чемпионате армейские клубы из Москвы и Питера встретятся друг с другом целых 6 раз. После матча журналисты попросили Игоря Никитина сравнить две игры против СКА. Похожие матчи, тяжелые. В первом были хорошие моменты, и во втором. Тогда реализовали много моментов, и это был плюс, сегодня много нейтрализовали, это тоже плюс. Везде можно найти позитив. Играли две хорошие команды, победой мы довольны, ответил Никитин. Питерский СКА провел два тяжелых матча в течение суток днем. Ранее армейцы с Невы принимали Витязь и проиграли ему в основное время 2 к 4. Но никто в команде на столь жесткий график жаловаться не стал. Не могу сказать, что мы встали в третьем периоде. Все равно было нормальное движение, сказал по этому поводу рулевой СКА Алексей Кудашов. Согласился с тренером и нападающий Владимир Ткачев, вышли физически готовыми и нормально играли. Минус. Подольский Витязь продолжил побеждать в чемпионате КХЛ. Другой матч этого игрового дня оказался более судьбоносным. Речь о поединке в Ярославле, где встречались главные неудачники старта сезона в западной конференции местный локомотив «Финский Йокерит». Гости из Хельсинки в первом периоде забили трижды, а в итоге победили 4 к 1. Для Лука это поражение стал третьим в четырех последних матчах. Волжане, которых привыкли видеть в числе лидеров западной конференции, опустились на предпоследнее место хуже дела только у рижского «Динамо». Реакцией на столь неудачный старт стала отставка главного тренера Крига Мактавиша, о которой было объявлено 24 сентября. Ставка на канадского специалиста, не тренировавшего несколько лет, очевидно, не сработала. Мактавиш покидает и Ярославль на щите, и вряд ли кто-то по нему будет скучать. А вот кому поручит рулить локомотивом дальше, пока неизвестно. Добавим, что во вторник первую в сезоне победу одержал Хабаровский Амур, который дома обыграл Адмирал 3 к 2. Спорт-хоккей и чемпионат КХЛ, Континентальная лига. Спорт-хоккей игроки и тренеры спортивной организации хоккейной клубы ЦСК, спортивной организации хоккейной клубы СК, спортивной организации хоккейной клубы Локомотив, спортивной организации хоккейной клубы Йокерит.